Здравствуйте! В эфире программа «Первые лица на Дону» в студии Мария Филинкова. Сегодня есть повод поговорить о материнском капитале, о его федеральной составляющей. Тратить ее семьи могут на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсионные накопления матери. Но недавно возможности материнского капитала расширились. Об этом подробнее мы поговорим с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Светланой Женкиной. Здравствуйте! Светлана Геннадьевна! Здравствуйте! Итак, 23 июня новый федеральный закон, по которому средства материнского капитала можно расходовать по-новому. Есть два новых направления расходования этих средств. С какого начнем? Начнем с единовременной выплаты, потому что 23 июня действительно был подписан закон о единовременной выплате средств материнского капитала. Вот по этому закону с 24 июня территориальные органы Пенсионного фонда приступили к приему заявлений о выплате в размере 25 тысяч. Такие заявления мы будем принимать в период с 24 июня по 30 ноября 2016 года. Заявления можно подать также и в многофункциональные центры. На сегодня уже порядка 10 тысяч мамочек обратились с такими заявлениями, так что процесс пошел. Кто имеет право на эту выплату единовременную в размере 25 тысяч рублей? На выплату в размере 25 тысяч имеют мамочки, у которых уже имеется сертификат и имеются остаток средств материнского семейного капитала. Но данным законом оговорено право тех мамочек, у которых родятся детки по 30 сентября 2016 года включительно. То есть на опережение немножко действует закон, детки еще не родились, но вот могут родиться. И предусмотрено данным законом, что по детям, которые родятся по 30 сентября, можно подать, да может быть даже и по тем, кто еще не имеет сертификата, предусмотрена единовременная подача на сертификат заявления и заявление на единовременную выплату. То есть после рассмотрения заявления на сертификат, я думаю, что это будет положительное решение, сразу будет рассмотрено заявление на единовременную выплату. В марте месяце уже была, состоялась единовременная выплата из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей. Я так понимаю, это другая выплата, это новая? Вот об этой выплате немножечко. Действительно, это другая выплата, ведь не все, наверное, помнят, особенно у кого детки уже по 9-10 лет, такие единовременные выплаты осуществлялись и в 9-м, и в 10-м годах. И вот предыдущий закон, который действовал с мая 2015 года по 31 марта 2016, выплата осуществлялась в размере 20 тысяч, а вот новый закон это в размере 25 тысяч. То есть все те, кто получал такую выплату по предыдущим законам, вполне имеют право получить новую единовременную выплату. Главное, чтобы оставался остаток. И для понимания семей, эти единовременные выплаты идут из средств материнского капитала, то есть его сумма уменьшается на данную выплату. А вот если на момент подачи заявления на единовременную выплату у семьи сумма материнского капитала уже составляет меньше 25 тысяч, имеют ли они право все-таки эту единовременную выплату получить? Конечно, законом предусмотрено выплата в размере 25 тысяч или остатков средств материнского капитала. И вот здесь, наверное, стоило бы обратить внимание вот на какой момент. В размере 25 тысяч, значит, меньше взять нельзя. Если остаток составляет, например, 15 тысяч, то нужно брать 15 тысяч 140 рублей, там 18 копеек. Нельзя брать меньшую сумму. То есть либо 25 тысяч, если остаток больше, либо полностью остаток. Как узнать, кстати, свой остаток средств? Есть ли какой-то электронный портал или как-то, чтобы семьи могли спокойно, свободно узнать? Да, вот как раз-таки об электронных сервисах. Действительно, на портале Пенсионного фонда, на сайте Пенсионного фонда, есть личный кабинет гражданина, к которому мы призываем подключиться всем гражданам, не только владельцам сертификатов материнских, но и вообще всем застрахованным лицам. Тем более, доступ к нему простой. Стоит зарегистрироваться на портале Госуслуг. С этим же паролем можно работать и в личном кабинете гражданина. Так вот, для мамочек предусмотрена, во-первых, и подача заявлений на сертификат, и на распоряжение. И вот с 24 июня появилась возможность подачи на единовременную выплату. То есть вот эта новая услуга моментально стала электронной? Да, действительно, она электронная. И там же, в личном кабинете, можно посмотреть сумму остатка. Посмотреть сумму остатка можно в разных видах. Можно просто на экране посмотреть, можно заказать справочку. Ну, при заказе справочки нужно будет потом сходить в территориальное управление, но, тем не менее, можно заказать то время, установить, в которое прийти и просто эту справку забрать. Вот очень хорошо, что мы заговорили о личном кабинете. Заявление на единовременную выплату удобнее будет подать в личном кабинете гражданина. Потому что при обращении в территориальное управление или в многофункциональный центр нужно предоставить документы. Конечно, пакет документов минимален. Это страховое свидетельство, это документы, удостоверяющие личность, реквизиты сертификата и расчетный счет, на которые перечислять. А вот в личном кабинете просто заполняется заявление, во-первых, персональные данные уже заполнятся, потому что они есть в личном кабинете, нужно будет только заполнить номер расчетного счета, куда перечислять деньги. Вот здесь, конечно, мы обращаем внимание на внимательность заполнения. И все, отправляется это заявление и больше ходить в территориальное управление не надо. Поэтому вот у нас на сегодня больше тысячи мамочек уже воспользовались этим способом. Это действительно очень удобно. Вот первая такая кампания, когда можно подать заявление и не надо приходить приносить заявление. Так что обязательно акцентируем на этом внимание наших телезрителей и молодых мам. Пользуйтесь электронными услугами пенсионного фонда. Скажите, вот второе направление, по которому есть возможность сейчас получить средства или компенсацию, это компенсация услуг или товаров для детей-инвалидов. Для социальной адаптации детей-инвалидов на это тоже сейчас можно расходовать материнский капитал. Вот об этом подробнее. Да, действительно, в законодательство унесено изменение еще было в начале года, но пока дорабатывались порядки, рассматривались формы. Но на сегодня семьи, в которых есть дети-инвалиды, могут средствами материнского капитала компенсировать товары и услуги для реабилитации, абилитации ребенка в социальную среду, ребенка-инвалида. Здесь немножко нужно пройти некоторые инстанции, и вот, конечно же, мы разъясняем, что нужно для этого сделать. Во-первых, я бы хотела, наверное, сказать о цифрах. У нас в Ростовской области порядка 12 тысяч детей-инвалидов, но средства материнского капитала имеют не все семьи, поэтому здесь стоит говорить порядка о 1757 семей. Ну, на момент получения данных документов, конечно, не очень приятная статистика, но все-таки дети-инвалиды появляются в семьях. Вот, так вот, при наличии права на материнский семейный капитал, вот часть можно использовать на приобретении этих товаров и услуги. В данном случае сумма уже не ограничена, да? Вот нужно или есть какой-то лимит, что вот... Есть лимит, только сумма средств материнского капитала. Нет. Других лимитов нет. Что должна сделать семья? Во-первых, нужно обратиться в медицинское учреждение за получением направления в орган МСЭ. При обращении в орган МСЭ специалисты вносят в индивидуальную программу реабилитации и галитации ребенка необходимость приобретения товаров из установленного перечня. В перечне находится 47 товаров и одна услуга чтеца-секретаря, но есть под структурой там система, очень много товаров, которые можно приобрести, а потом компенсировать средствами материнского капитала. Так вот, органы МСЭ вносят в индивидуальную программу. Дальше, семья приобретает необходимые товары в соответствии с этим перечнем. Или оплачивают услугу. Ну, или оплачивают услугу. Да. Хотелось бы обратить внимание на то, что на момент приобретения товаров индивидуальная программа должна быть действительно. Вот это надо обратить внимание. Конечно же, все чеки, все договоры, все нужно сохранять, все платежные документы. И после приобретения товаров нужно обратиться в органы соцзащиты. Специалисты органов соцзащиты в пятидневный срок выезжают на дом к семье для составления акта действительно соответствия приобретенного товара имеющемуся перечню. И вот при составлении данного акта один экземпляр акта должен оставаться в семье. И вот при наличии всех этих документов тогда уже семья обращается к нам. Ну, тоже, в общем-то, пакет минимальных документов. Это паспорт, индивидуальная программа, все документы, платежные документы и расчетный счет, на который будут перечислены деньги. И тогда точно так же при рассмотрении в месячный срок, в двухмесячный срок будут перечислены деньги на расчетный счет, если положительное рассмотрение будет заявление. В данном случае, вот после подачи документов, в двухмесячный срок, а единовременная выплата там какой срок получается? По единовременной выплате точно так же, как при распоряжении, в месячный срок рассматривается заявление и потом еще в месячный срок выплачивается. То есть в двухмесячный срок с момента подачи заявления. Ну, это максимум, не больше, может быть и раньше. Это максимум, конечно, может быть и больше. Вот по поводу второго направления расходования средств на компенсацию социальной реабилитации детей инвалидов, адаптации. Вот обязательно ли в данном случае ждать, пока ребенку исполнится 3 года, потому что какие-то моменты расходования средств, это было обязательное условие? Вот очень хорошо, что законно предусмотрена необязательность дожидания 3-летнего возраста ребенка, дашего право на сертификат. То есть мы же понимаем, что может быть старший ребенок инвалид, маленький только родился, мама получила сертификат и все, и она может воспользоваться этими средствами на компенсацию товаров и услуг для старшего ребенка. То есть здесь не надо ждать 3-летнего возраста, так же как и по единовременной выплате, но это понятно, что здесь ничего ждать не надо, потому что она предполагается для нужд семьи и не требуется никакого отчета по расходованию этих средств. И так же как кредит и ипотека, тоже не надо дожидаться 3-летнего возраста. По всем остальным направлениям нужно дождать 3-летнего возраста ребенка. Вот есть какие-то программы федеральные, которые уже помогают семьям с детьми инвалидами проходить реабилитацию, адаптацию, что-то покупать. В данном случае материнский капитал с этими программами не пересекается. У него свой перечень, я так понимаю, конкретных товаров, услуг, которые можно оплатить. Да, действительно. Вот как раз таки законом предусмотрена компенсация приобретения товаров и услуг. И не надо смешивать это понятие с реабилитацией ребенка-инвалида в соответствии с федеральными программами. Там идет по своему закону, а здесь вот именно компенсация товаров и услуг. Ну вот услуга одна, я повторюсь, чтеца, секретаря. А все остальные товары, ну что это, кресла, может быть, какие-то подъемные кровати, какие-то клавиатуры специальные для детей. Ну перечень достаточный, но вот именно для вот таких мероприятий. Сроки материнского капитала, до какого года он будет действовать, его суммы, они меняются? Давайте напомним нашим телезрителям, мамам молодым, вот до какого все-таки года, числа и в какой сумме они... Изначально закон был рассчитан по 31 декабря 2016 года, но в конце прошлого года он был продлен. На сегодня закон о поддержке семей с детьми действует по 31 декабря 2018 года. Но здесь следует обратить внимание, что это детки должны родиться по 31 декабря 2018 года или усыновить. Ведь мы помним, что там не только дети рождаются, но и усыновляются. А вот уже за сертификатом и тем более за распоряжением можно обращаться и позже, и сроки на это не установлены. Размер материнского капитала ежегодно индексируется, но вот в 2016 году он не был индексирован, но однако сумма его составляет 453 026 рублей. Я думаю, что можно напомнить еще раз телезрителям о том, что есть у нас все-таки возможность оформлять документы, заявления, узнавать об остатке средств через сайт. Есть телефоны, по которым можно обратиться. Давайте мы напомним, да, вот еще раз, куда именно электронно, не выходя из дома, либо подняв трубку телефона, мы можем обратиться? Во-первых, у нас есть портал госуслуг, через который мамы могут подать заявление на сертификат и на распоряжение средств материнского капитала. После подачи заявления в пятидневный срок нужно подойти в территориальное управление и поднести пакет документов. Такая же возможность присутствует и в личном кабинете гражданина на сайте пенсионного фонда. Там же в личном кабинете можно подать заявление на единовременную выплату в размере 25 тысяч. Вот при подаче заявления на единовременную выплату приходить в территориальное управление не надо. Вот это важно, мы еще раз повторим. Да, это действительно важно. Нужно только правильно заполнить это заявление. И там же в личном кабинете можно посмотреть остаток средств материнского семейного капитала. И телефон должна есть горячей линией? Телефоны горячей линии есть в каждом территориальном управлении. Но телефон горячей линии отделения хотелось бы озвучить для вопросов, которые могут потом возникнуть. 2-904-101. 2-904-101. Достаточно много информации, много нюансов. Есть какие-то случаи, варианты у людей, о которых мы сегодня не поговорили. Я думаю, что этот телефон будет актуален, обязательно использовать электронные услуги, стараться переходить на них. Да, сервисы действительно сегодня очень важны, и это удобство. И тем более мамы это самые продвинутые пользователи интернета, в силу того, что они с маленькими детьми не могут ходить. Более того, конечно же, у нас и на сайтах, и вообще в территориальных управлениях имеется возможность записи на прием. Можно записаться на конкретное время и уже придя в данное время не ждать, а получить свою услугу, воспользоваться. Проконсультироваться в удобное для тебя время. Конечно, да. Но все-таки сервисы электронные разработаны для тех, кто не может ходить, да и, собственно говоря, зачем ходить, когда они имеются. Поэтому, наши мамы, будьте добры, пользуйтесь электронными сервисами. Спасибо большое, Светлана Геннадьевна, за хорошие новости, за подробную консультацию наших телезрителей. Я напомню по новым возможностям расходования средств материнского капитала, его федеральной составляющей. А я напомню, что сегодня мы беседовали с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области Светланой Женкиной. Наша беседа будет доступна на сайте, на нашем, don24.tv. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин